Okay, so, first off, my name is Dexter Hamscham, and I want to talk about digital strategy, and hopefully I want to help you understand a global perspective about digital. Моя цель сегодня как раз именно варить о использовании цифровых технологий в маркетинге, об устраивании стратегии в этой сфере. Этим мы и у тебя не попросили, сейчас, наверное, мы будем тратить переваливание. И я хочу начать с рассказа о моем новой работе с известным по театром Аполло в Карлоне. Кто из вас слышал об этом театре? Кто из вас слышал об Майкет Шэрисон? Кто из вас слышал об Майкет Шэрисон? His family was discovered at the Apollo. James Brown, James Brown, Ella Fitzgerald, Ella Fitzgerald, Lauren Hill, Luther Vandross, и так далее, и так далее, и так далее. Аполло театр Аполло – это душа американской культуры. Ему более 80 лет. И он известен по всему миру. И он известен по всему миру. Когда я начал работать в этом театре, там, конечно, не было отдела связан с цифровой технологией. There was no digital person. There was a marketing department. And a website. I got hired to update the website. The website was really bad. Very bad. So I started off by updating your website, and along the way I stumbled into digital strategy. So I want to share how we went from zero, to 100% in digital. Okay. The Apollo Theater has a show called Imaginaria, which is the original talent competition. Before American Idol, American Idol, or the X Factor, or the Voice, or Star Search, there was amateur night. The way it works is that amateurs get an opportunity to share their talent on stage. If the audience likes them, they cheer. If the audience likes them, they cheer. They cheer. They cheer. And if the audience is not in the audience, then they cheer. They cheer. They cheer. And they cheer. And they cheer. Let's see. Это шоу происходит каждую среду. Около 1500 мест заполняется. Это одна из самых старых соревнований городских. И наша задача была создать шоу в формате live, в которой аудитория играет особую роль, уникальную роль. Поэтому, по определению, те шоу, которые мы показываем, они интерактивные. Они все время взаимодействуют с аудиторией. Когда люди приезжают со всего мира в Нью-Йорк, они очень часто, конечно, должны быть в коллективах. Поэтому мы хотели добавить веса этому проекту внутри нашего театра. И позволить людей из вокруг мира получать вкусное шоу, пока они приедут. И также дать возможность людям со всего мира какое-то такое предвкусие шоу получить перед тем, как они приедут. Приедут. Я немножко расскажу, как мы работали с этим проектом. И затем свяжу уже это с темой нашей сегодняшней годы. Мы его сегодняшнее выступили. Прежде всего, что нужно сказать про цифровость технологий, Это то, что это больше, чем просто работа с веб-сайтом. Это больше, чем работа с социальными медиа. Это больше, чем работа с электронными рассылками. Это больше, чем видео с технологией. Это, по сути, система распространения контента, содержания. Это дигитальная цифровая экосистема. Многие части работают вместе, чтобы достичь определенной цели. И мы должны понимать, что разные пользователи будут использовать разные каналы. И некоторые пользователи будут использовать все каналы. Есть также пользователи, которые будут использовать все каналы. И понимать, что определенные пользователи будут входить в продажи в различные части сайта. А также, что понимаешь, что некоторые пользователи присоединятся к нашему процессу продаж, к нашей стратегии продажи на разных этапах промплата. Прежде всего, что мы сделали, мы стали работать с нашим сайтом и сделали двух порталов. Мы поняли, что мы хотели сами продуцировать контент. Свой собственный контент. В течение многих лет мы использовали контент, на который у нас не было никаких прав. А также у нас было очень много битв за права на использование контента, связанного с легендами прошлого. И вместо того, чтобы ждать, пока закончатся вот эти вот тяжбы, связанные с прошлым контентом, историческим контентом, мы решили создавать собственный. И дальше распределять его по всем платформам, которыми мы обладаем. Таким образом, между этими прочитанными методами... Мобильные технологии становятся элементом этого образования. И, естественно, опыт, переживание аудитории становится серьезным компонентом нашей цифровой стратегии. Дигитальная технология касается и того, что происходит внутри театра. Мы хотели создавать такие переживания, такие уникальные проекты, которые бы запоминались. И мы хотели заставить наших зрителей делиться этими впечатлениями практически в тот момент, когда они находятся в своем кресле аудитории. Сейчас, во многих театрах в Америке, нельзя пользоваться мобильными телефонами. Было очень много страхов, связанных с тем, что люди были снимать видео, происходящие на сцене, и затем продавать. Но, в 2009 году, мы понимали, что мобильные телефоны происходят, что люди не будут раздражаться в театре. Мы тогда думали, что использование мобильных телефонов – это та привычка, от которой люди не будут готовы оказаться в театре. И мы решили быть инновационным в своем подходе и разрешить придумать способ, чтобы люди могли пользоваться телефоном во время спектакля. Потому что мир, по сути своей, сейчас уже пронизан цифровым данным. А люди не отделимают свои телефон. И они не отдали. И слушающиеあります. И они очень приятные. И мы понимаем, что мы оказались в театре, и они не взяли. И поэтому мы получим в Тумбре и веде китайцы с Думбре. И это очень приятно, мелким демократа, и которые мы видим в Тумбре и Тумбре. И это очень просто непрекренно. Хотя мы один обычно бываем в любом занятии. In America, people love their iPhones and their Androids. We are connected 24-7. Free Wi-Fi is very important. At one point, we were punishing people for pulling out their phones in the theater. Usher's would shine a light in their face and tell them very sternly to put their phone away. But we decided, if you can't beat them, join them. But then we thought, if we don't deal with them, let's get them into the process. So we built a mobile app to be used during the show. And we made a special device for mobile phones, which can be used during the show. Because people can cheer and boo out loud. We created a way for them to cheer and boo in the app. And what we found is that people love to give commentary about the show in the app. Not only did we get comments about what was on the stage, We also got great feedback about the theater and the experience. So people walked out of the theater raving about the experience. This was the way that we brought people into the show to become a part of the show. This is the way that we brought people into the show. We held a family members in the show and it became a part of the show. Regardless of what type of show you have, people want to participate. Каким бы спектакльным людям хочется принять в этом участие. It's one thing to watch a show, it's another thing to become a part of the show. There are many opportunities to co-curate from your seats. И вы можете выступать в качестве субкуратора, критика, сидя при этом в своем зрительском кресле. So it was important to create a bridge from the audience to what's happening on the stage. During this time we also started live tweeting and posting pictures during the show via Instagram. People were really interested about what was happening behind the scenes. Людям было очень интересно, что происходит за сценой. We gave them a sleep peak backstage. We started давать им возможность перелетнуть за кулисы. We shared moments from the live show with the rest of the world. Затем мы стали делиться такими моментами, такими фотографиями, live, со всеми миром. This created a buzz that piqued people's interest about the show. И таким образом понеслась молва, и интерес к спектаклям стал возрастать. Многие стали смотреть социальные сети и ощущать себя, как будто они присутствовали в зале на самом спектакле. Our strategy was to take the best of the show and share it with the world. Once again, it wasn't about one platform, but it was about many platforms working together. И снова повторюсь, решая об одной платформе, а о нескольких платформах, которые работали одновременно, которые мы использовали одновременно. So within the first six months, we produced nearly 150 backstage videos. За первые шесть месяцев мы произвели около 150 backstage роликов, роликов о взорвизии. We posted over 110 winning performance clips. We also created an online competition called the Remix round. We also created an online competition called the Remix round. And every tonight, the top three people go on to the next round. И таким образом, три победителя вот этого вечера победителей проходили в следующий тур. We decided to take the videos of the people who did not go on to the next round and put them in an online competition. People had the opportunity to have their friends vote on the video. И эти люди получили, друзья этих людей получили возможность голосовать за них в режиме онлайн. Whoever got the most votes got back into the competition. И человек, который получал небольшое количество голосов, мог снова вернуться в конкурс. So we produced a lot of video content. Within the first six months, we saw an increase in average page views. За шесть месяцев мы видели очередное увеличение посещения нашей традиции. This represents our institutional website, The Apollo Theater. We built this website for the amateur night show. This is the Remix round platform. And this is the mobile app. In 2011, we only had the institutional website. But in 2012, we added these platforms. And within five months, we nearly doubled our pressures. Because we created content. And we found different entry points for people to enter into our digital world. And we also saw an increase in our average monthly visits through those first five or six months. We also saw an increase in our average monthly visits through those first five or six months. And we saw a huge increase in amount of videos that were played during that time. One video from Japan had 173,000 views alone. We discovered that we had a huge following from amateur artists in Japan who traveled to the United States to compete. And when we uploaded content from artists, or when we uploaded content from contestants in Japan, We saw a huge engagement. We saw a huge engagement. We also saw a significant increase in our Facebook likes and Twitter followers. This is just another chart of how our page names grew over time. This represents our institutional website. It's our website. The imageite.org website. Красное — это «Вечер приветствий», «Алан Ривикс» и приложение. До того, как мы создали поп-сайт официальный для вечера «На любви любительского вечера», «Весь этот контент до этого момента размещался на нашем официальном сайте». «Мы вытащили его из официального веб-сайта и создали отдельный веб-сайт». «Мы очень переживали, что мы сократили таким образом число просмотров». «Но совершенно обратная случилось. Аудитория нашего официального сайта стала расти, и мы аудиторию привлекали. Продолжаем привлекать достаточно быстро». «Before we started an amateur night, this is where we were in Twitter. This is Facebook, Twitter and Reddit. Twitter and Twitter. And things grew exponentially when we started producing more content. So, overall, what we learned is that, first off, you have to start. There was no additional budget. We got a grant for a small portion of funding to get started. «У нас был небольшой грант на часть расходов, которые нам нужно было покрыть для того, чтобы мы могли начать работу с цифровой технологией». «И мы решили создавать видео, регулярный социальный контент для социальных сетей, и развивать веб-сайт в сторону высшей деятельности для того, чтобы люди могли участвовать в жизни театра». «Our desire was to become more visual. We wanted people to see and feel aspects of the show. We wanted people to see and feel aspects of the show. It started with this one project, but then spread throughout the entire institution. А затем этот проект роскостранился на все наши проекты в нашей театре. The Apollo Theater had several other projects that they were producing. Apollo Theater Apollo продюсировал еще несколько проектов. By starting with one project and finding success, как только успех пришел к одному из проектов, we saw an increase in contributive revenue. Many of our sponsors wanted to see innovation in the digital realm. And many of our sponsors, безусловно, тоже хотели увидеть, как мы развиваемся и включаем инновации в нашей цифровой платформе. В Америке очень сильное беспокойство сейчас существует по поводу будущего искусства в целом. Аудитории культурных институций стареют. Like Donna said, younger audiences aren't flocking to our theatres and to our performing arts centers. Part of the problem is the arts are behind when it comes to digital technology. Одна из проблем — это то, что искусство, оно не очень хорошо совмещается и не очень хорошо взаимодействует с цифровыми технологиями. Out of arrogance, many performing arts centers just believe that people should come just because they are the arts. Абсолютно эгоистично многие культурные институции полагают, что люди должны прийти просто потому что они тянутся к искусству. But young people in America don't care. They have too many options. Facebook. YouTube. Other experiences. Sporting events. Basketball. Football in America. So it's important that arts institutions become relevant. и культурные институции нужно увеличить свою значимость, стать снова значимыми для людей. Many arts institutions are losing audiences because they are not innovating. Очень многие институции культурные теряют аудиторию, потому что они не используют инновации. The world we live in is inherently digital. The world we live in is inherently digital. The world we live in is inherently digital. Our world is driven by mobile devices. Наш мир, нашим миром управляют мобильные всякие приспособления. We pay our bills via mobile devices. Мы уже счета плачиваем через приложение, через телефон. We watch film and movies through our mobile devices. We communicate across the world through mobile devices and computers. Мы общаемся с людьми по всему миру благодаря нашим телевизорам и компьютерам. The arts should reflect the times that we live in. И искусство должно отражать мир, в котором мы живем. Вопрос заключается в том, где и в каком месте ваша организация, когда речь заходит о цифровой технологии. На каком этапе? Я хотела бы спросить у вас, Какая ваша организация в создании цифровой стратегии конкретно для вашей организации? Свободный микрофон. Свободный микрофон. Свободный смысл. Свободный микрофон. Вы зарег millet не разрешали использовать телефоны. Они разрешали... Поэтому у нас плemenкая фраза, Любой фильм, любая фильм и фотосъемка, и после ВКонтакте он при этом спектакле и в соцсетях категорически разрешен. И мы пришли к такому небольшому конфликту, когда с малыми людьми, которые привыкли к старым правилам, когда начинала, была ненаводна тем, что вдруг измерили какие-то телефоны и гаджеты. Получился такой трудный конфликт, он внутри, он не трудный. А потом говорит, что вы можете использовать и посмотреть, что вы не мешаете на стиле. То есть в зависимости от одного спектакля, у нас есть спектакль, например, на работах, где все пользуются и повышают ходу спектакля. А где-то, получается, есть центр и все-таки использование качествов может повышать атмосферу спектакля. Это было очень рискованно в моем плане. Да, это, конечно, была рискованная часть. В Америке есть ассоциация монтировщиков. Это очень хостиле. Это очень хостиле. Это очень хостиле. И я действительно имела некоторые отношения с стиле спектаклями, и экзекутов, чтобы им было комфортно с идеей of people being able to bring their mobile devices. Because we created our own mobile app, there was a sense of pride in what we created and what we owned. But, естественно, поскольку мы создали свое собственное приложение, то это было с тем, что у людей чувство гордости возникало, связанное с тем, что это что-то их. Поэтому немножечко легче. для управленцев, которые вообще не было никакого представления о технологии, it became a talking point about how innovative and edgy we were. они могли использовать наш опыт, для того, чтобы рассказывать о том, насколько инновационно у него в своем подходе и как их людей планеты всей понимают, в этом первом смысле. The state-chance behind the scenes love the app and with music during the show. А монтировщики стали, им ужасно понравилось это приложение, они стали его использовать тоже во время спектакля. And take pictures and video. И снимать видео и фотографии. потому что у них было вот это ощущение, как будто они это причастность с причастностью. The key is that you set the terms and you create the environment for mobile use. Идея в том, что можно установить правила и создать среду для использования мобильных продаж, новых технологий. Our show was a party. Everybody's having fun and people get to move. Everybody's having fun and people get to move. People aren't bothered with having normal phones out. People want to engage, they're waiting for us to tell them how. People want to engage, they're waiting for us to tell them how. Но они ждут, что мы им расскажем, как это сделать. Ну, я тоже ожидаю по этому поводу. С одной стороны, действительно, ну, вот здесь в основном сидят представители драматических театров, то есть в наших театрах довольно мало шоу, в основном это серьезные спектакли, где все-таки такая история не совсем допустима. И тем не менее у нас, ну, часто, ну, в большинстве своем нет. Но у нас в театре, совершенно неожиданно для нас, и мы были к этому не готовы, случился интересный опыт. У нас есть спектакль, который стал в этом году лауреатом золотой маской, как лучший спектакль современный танец «Кафе Идиот». У этого спектакля, как и у всех наши спектакли, есть свой хэштег «Кафе Идиот». И там, спустя полгода после жизни спектакля, мы совершенно случайно, я уже не помню, почему бы хэштег ее увидела, спектакль начинается до того, как, ну, когда собираются зрители на сцене театра Мирхольда, там нет кулис, и на пустой сцене стоит шесть вентиляторов, а между вентиляторами летает кусок ткани, подсвеченный. Это очень красиво, в полной тишине это происходит. Собственно, не стояла никакой задачи, кроме как внимания аудитории, в этом художественном действии. Но спустя полгода после того, как спектакль вышел, мы обнаружили огромное количество публикаций с этим видео, вот этого летающего, легко проверить в Инстаграме «Кафе Идиоты», на русском и на английском. Собственно, для нас это было хорошим удивлением, и тем не менее, это очень завораживающее видео, и прекрасное… Да, ну, там большое количество, конечно, видео, но есть реально видео по спектаклю, есть видео наших зрителей практически с каждого спектакля. И это, ну, такая необычная история, потому что если, ну, немножко с фантазией подойти к вопросу, то даже, ну, когда… перед каким-то серьезным… очень серьезным спектаклем, да? Перед какими-то серьезными спектаклями, ну, можно, наверное, иногда найти какую-то такую фишку, вот она случилась сама по себе. А что касаемо в целом цифровой технологии и стратегии, там, у нас театр небольшой, понятно, как у всех, бюджеты маркетинговые и рекламные, ну, там, минимальные. Совершенно, ну, как-то интуитивно, в прошлом году, когда поменялась сильно вот команда в маркетинге, мы на сто процентов урезали рекламу, платную рекламу, и все сэкономленные деньги пустили на продакшн. Мы сняли ролики практически ко всем трейлерам, ко всем нашим новым спектаклям, а дальше случилась интересная история, что они пошли настолько активно в люди, причем все наши спектакли, в самом деле, это европейские хореографы, и когда я выкладываю на Facebook, например, там, новый трейлер, я отмечаю всех наших артистов и всех иностранных коллег, которые работали над спектаклем. Когда у меня один из видеороликов за два дня собрал 10 тысяч просмотров, удивились даже мы. А дальше очень просто. Я открываю список тех, кому понравилось это видео, приглашаю их стать, ну, как бы лайкнуть страницу театра. За четыре месяца мы удвоили количество подписчиков нашей страницы, ну, и, собственно, поняли, что это работает, и теперь уже, правда, работаем над реальной стратегией, потому что это все было довольно интуитивно. Ну, вот мы решили попробовать, и это начало работать. Очень хорошо. Очень хорошо. Это почему стратегия важна. Именно поэтому. Потому что вы думаете каждый момент, через который проходит ваш производитель. И, конечно, опыт вашего зрителя начинается до того момента, как он покупает трейлер. Когда вы смотрите трейлер, он уже увлекает вас ту среду, ту атмосферу, которая создает спектакль. Сейчас мы думаем, после того, как они видят уже в апреле, что мы дальше хотим, чтобы они почувствовали, что они прошли уже в апреле спектакля. Уже спектакль начался, помните об этом. А как они вывлечили спектакль до того, как задресс поднимается, когда они только-только открыли дверь и сошли в пространстве театра? До того, как они стали действительно членом аудитории уже в зале. И, конечно, мобильные технологии позволяют нам создавать впечатления и переживания до спектакля и после спектакля, которые, кроме того, человек, приходящий к нам уносит с собой вместе со своими телефонами. И здесь вопрос только в том, чтобы использовать вашу креативность, ваше креативное мышление, для того чтобы сформировать он членом зрителя впечатление, которое он не может получить в каком-то другом месте. Поэтому, если ваш шоу серьезный, ваш спектакль или веселый спектакль, это не так важно, все равно необходимо думать о том, как использовать и включить в адрес, цифровые технологии в часть переживания зрителей, которые приходили на этот спектакль. Когда я только начинала работать в театре Аполло, продюсеры, руководство театра постоянно говорили об использовании цифровых инструментов. Они создавали спектакль и потом говорили, нам нужен сайт. И я говорю, почему мы не можем подумать с вами о сайте до того, как мы сделали спектакль. Это для этого нужно изменить мышление. Давайте запустим параллельно эти процессы. Давайте сделаем сайт и одновременно будем делать спектакль. Таким образом они будут взаимосвязаны и больше погружение для зрителя будет обеспечен. Мы живем в цифровом мире. Каждый из нас покручет цифровые технологии. Это так. И нам надо думать о цифровых технологиях. Прежде всего. У нас вопрос есть. Вопрос. Мне бы хотелось спросить нашего дорогого гостя. Он разница между шоу и художественным произведением на сцене видит. И есть ли у него опыт работы с драматическим театром? И скажите, для чего так долго и усиленно работают режиссеры, художники по свету, музыканты, костюмеры? Да кто тут устраивает прямо сцену? Если кто-то в этот момент может взять, включить экран своего гаджета, писать что-то, отвлекаться. Ведь о чем тут художник думает? И вообще мне хочется в этот момент спросить. Почти по Станиславскому. Мы приходим в театр и увидим искусство. То есть любите себя в искусстве или искусство в семье. Что значит поучаствовать? Вы попробуйте сначала вдруг понять, что тебе хочет принести в художницу. А потом, я с вами согласна, все это обсудить, выложить. Хоть на драме, в шорт-напальтежок, на хоруме, где угодно. Мне кажется, это просто даже оскорбительно, если предположим, в нашем большом театре, в котором мутриста нет, и в котором действительно знает весь мир, выступает звезда, а кто-то пишет свои скрипки. Пока заканчивается перевод, я сделаю небольшой комментарий по соответствию русского, английского языка, слов «шоу», «спектакль» и прочее. Слово «шоу» с английского может соответствовать русскому слову «спектакль» в русском и наоборот. Да, да, да. В том примере, которому я заказываю, мы решили разрешить использовать мобильный телефон во время спектакли. Это не так важно, не в этом вопрос. Вопрос в том, как использовать мобильный телефон для того, чтобы обогатить переживания зрителя до спектакля, во время спектакля или после спектакля. Многих фильмов есть вебсайт, на который можно зайти прежде, чем вы идете смотреть кино. И этот вебсайт позволяет вам погрузиться в тот мир, который создает фильм. Вы видите видеоснеписи, которые развиваются персонажем. Потому что создатели фильма хотят, чтобы аудитория уже чувствовала эмпатию с персонажем до того момента, когда они придут в кинотеатр и будут смотреть кино. Поэтому важно понять, что работает в вашей культуре, что может работать с тем видом спектакля, с которым мы имеем дело. Но понимая, держа в голове, что это очень серьезный и сильный инструмент. Думаю. Повторю... Отпишись. До проводиться в семейших дискуссиях после спектакля. Когда аудитория имеет возможность задать вопросы артистам. У нас есть электролома, Келосуэр, а мы с вами, 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 с вами, мы с вами, это интерактивный формат. OK. So, so, anything that can happen in an interactive format in a space like this, think about how that can happen in the digital world. В данном случае, цифровые технологии можно применить к этому формату. К фильтративному формату. То есть, к формату взаимодействия в рамках какого-то одного пространства, где художник и зритель общаются и находятся во дворе. On my mobile phone, does anybody use Facebook Live? А кто-нибудь использует такую, например, такую штуку, как Facebook Live? OK. Facebook has a feature called Facebook Live that you can livestream directly to an audience. Есть такая опция в Facebook, что можно просто live-stream живой content выкладывать сразу в сети. I can click a button and instantly connect with an audience. Я могу нажать на кнопку и сразу же включить связь с аудиторией. This becomes a tool to get your message out to the rest of the world and people who aren't in the space but who might want to come to the space because they are getting a glimpse of the experience. And it can just interest any person who is not in the space that is not in the space but who has seen this live content and wants to come to the space in the space. So imagine what an interactive artist cafe would look like where people could tune in and talk directly with the actors in the show. It might be a driver to get them to come to the show. Это может быть очень серьезным импульсом для того, чтобы они пришли на спектакль. Еще комментарии? Прошу поделиться на диким ужасным душем. Я же боюсь, что я занимаюсь колеби-театром. Колеби-театр — это совершенно замечательная новая вещь для России, где-то очень большая парня. Потому что никто не знает, что это. И, о боже, зачем вы видите маленького ребенка, которому один год в театре? Там же заразы очень много. То есть это тихое сумасшествие. Я помню. Я сейчас расскажу, почему. Я сейчас задеваю этот вопрос. Мы возили спектакль «Безинное озеро». «Безинное озеро» мы возили в Польшу. К нам пришел ребенок в возрасте одной недели. В Польше. Пришел. И мы выложили эту фотографию в Инстаграм. И в Инстаграм у нас может быть большая популярность. Потому что среди мам это действительно очень удобный сервец. И, собственно, по этой фотографии разорилась куча комментариев о том, что это дико, что это невозможно. А мамы были в шоке. Зачем вы ведете конкурс на спектакль «Безинного ребенка». Но это есть определенные плюсы. Как вы поделитесь Инстаграмом и что вообще такое «Бэйп театр»? «Бэйп театр» — это когда вы приходите со своими детьми, соотеческой подружкой. Во сне отделение на зрительный зал, нет как таковой сцены. И в конце, после спектакля, все дети могут выйти на сцену и поиграть со всем тем, что там находится. Актеры тоже могут выйти и вживую пообщаться с детьми. Это по вопросу об увлечении. Я понимаю, что сидят здесь люди из разных театров. И, безусловно, на Большом театре, наверное, невозможно, чтобы вся аудитория ушла на сцену и поиграла с ними. Но я понимаю, просто я хочу рассказать о том, как это работает Даша. Что есть разные варианты, и мы просто можем к чему-то приспособиться. И здесь включаются наши фантазии, и делать можно все что угодно. Спектакль идет полчаса, здесь больше всего я сижу. После чего они выходят на сцену и подкидывают разрезную бумагу, которая, если говорить, там снег. Мама это все фотографирует, выкладывает в Инстаграм, ставит хэштег нашего проекта. Это все появляется на сайте, и это работает. То есть и получается определенный эффект. И в итоге мы надеемся на то, что эти дети, которые пришли в театр в один год, пришли. И в одной неделе. У них останется эта информация, у них останутся эти фотографии и этот опыт научить. Вот, мне кажется, это здорово. Это очень хороший пример, это пример долгосрочного плавя. Это, что в этом игре одинаковые сетры, будет 25. То есть ребенок, которому годик опять будет 25. Как бы нам не было это неприятно, но время меняется и время бежит. Пять лет назад говорили, что старики не использовали это. Но возраст увеличивается с каждым уровнем. Они говорили, что бабушки в Фейсбуке никогда не окажутся. Сейчас все дети уйти на Фейсбуке, потому что все бабушки в Фейсбуке. Потому что, конечно, они хотят смотреть на фотографии своих ребенка. И своих ребенка. Да, и конечно все меняется, и совершенно очевидно, что использование мобильной технологии будет развиваться. Потому что это одна из самых доступных из всех технологий, в принципе, для обычного роста. Для тех людей, у которых нет возможности купить компьютер, есть возможность купить смартфон. Это значит, что доступ, доступность использования мобильной технологии увеличивается и становится доступно всем. Это нехорошо и плохо. Вопрос, как вы можете это использовать? Чтобы усилить ту миссию, которую вы видите перед собой. И для того, чтобы служить вашей аудиторией. У обеих театров есть аудитория. И это прекрасный способ для истории. Я тоже хотела представиться. Меня зовут Мария Ольхиновна. Я представляю театральный центр Петрушкина-Слобода. У нас немножко по-другому все это происходит социальными сетями. И я не могу не сказать, почему она так. В 1994 году Супа впервые стали устанавливать Петрушкуна-Слобода. И Синдром Дима-Слобода написано в доступном числовом разговоре. И прочие вещи. И пять лет назад мы стали строить Слобода сами. Мы это наша семья. Мы семейные из театра Петрушкина-Слобода. И в тестовом режиме мы начали работу с декабря месяца этого года. Мы находимся полтора километра от века. Ярославская шоссия в районе. И так случилось, что мне в одном лице пришлось общаться со всем лишним миром. Что это такое, я никогда не знала. Что такое соцсети, я не знала еще. И мы уже в тот момент, пока не создали себя и сами зрители играли. У них спектакли сидели на площадках. И вот ситуация у нас примерно таким образом сейчас складывается. И вот кто любит из Москвы ездить? Ездить. Прекрасно. Мутищий молодой город родителей. Это то, где мы находимся. И, конечно же, молодые мамы и мамы, и мы тоже родимы. Вот у нас два проекта из бомбитеатра. Зимняя история. Весенняя история. И мы не можем про этот возраст не думать. Но такое место у нас получилось. Как будто ощущение... То есть каждый третий человек, попадая к нам, говорит, вы знаете, я как будто как дома. Как будто я бабушка. Развеечка с которой я была. И наблюдая за всем этим, я, конечно же, занимаюсь сетями. Потому что контента много. Тут не надо специально придумывать. Не надо следить даже за зрителями, которые постят этот контент. Тут даже, в принципе, не умеющий человек, мне кажется, вам будет чего-то такое сделать. Но люди боятся использовать свои телефоны, мобильные для того. И каждый раз спрашивают об этом. И тут вопрос. Стоит ли специально, ну, как бы, это, скажем так... Да, 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 да. То есть насаждать вот так вот ворусами. Потому что я вот вас тоже услышала, но этот ответ прекрасен. Либо стоит как бы немножко эту ситуацию отпустить, как бы посмотреть, как же это, что у нас с чем-нибудь есть. Я, наверное, вопросу к ее вопросу. И приглашу гостя. В любом случае. Я попробую конкретизировать вопрос. То есть вопрос в том, стоит ли подталкивать людей к тому, чтобы они активно пользовались в стиле хромом, если это прямо, как вы говорили, настоятельно разрешено. Да, да, да. Потому что это современное место, и оно как бы... И людям кажется, что это дело? Ну, не то, что кажется, а они даже занимают людей. Ну, может быть, это не хорошо. Ну, в общем, если снимать вопрос, то вопрос в том, можно ли, и если можно, каким образом он делает, поэтому подталкивают, подталкивают, как активно использование телефонов. Посты. 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 Yes. Good job. Not only should you encourage it, you should guide it and give process an opportunity for it. You have control over your space and your menu. You have control over your space and your menu. People enjoy the power of suggestion. Людям нравится, когда они предлагают. You can suggest ways that people can use their mobile phone-ups to interact. And nine times out of ten, they will. justify the reality that people have asked means that it's on their mind. Maybe he created a poster with a hashtag. Можно сделать афишу с хэшбэком. And give some suggestions as to how they can enhance their experience as they come. И придумать, каким образом усилить и развить впечатления, которые на самом спектакле получают при будущей этого. Мы, как институции, как театры, должны слышать, что нужно людям. В случае с драматическим театром, если с драматическим телефоном мешает артистам, или мешает решению художника по свету, или другой художественный театр. Задумки, конечно, это плохо, это нехорошая придумка, используете его во время спектакля. Но, тем не менее, можно задуматься об использовании и об интеграции мобильного телефона технологий с ним связанным в то, как ваш спектакль взаимодействует с аудиторией, может быть, и непосредственно во время спектакля. Прежде чем мы запустили этот проект в театре Аполлова, мы очень много спорили между собой. Мы пытались обсуждать те страхи, которые есть у учеников нашей команды, и те плюсы, которые использование мобильных технологий может принести. И мы пришли к тому единству и поняли, откуда мы хотим начать, что мы хотим, собственно, делать, какая наша стратегия. И это снова приводит нас к теме важности стратегического вышивания и стратегического понимания. Стратегия необходима, потому что она помогает организации понять, что мы делаем, для чего мы делаем и зачем мы это делаем. Это важно, чтобы мы получили... Мобильные проблемы. Мобильные проблемы. Поэтому это важно, чтобы учитывать людей в том, как они используются мобильные технологии. Мы должны были вовлечь в наш план производства цифрового технологии ключевых наших акционеров. Мы должны очень серьезно провести воспитательные и образовательные процедуры в отношении нашего руководства и сотрудников департаментов. В то время большинство из них были BlackBerry. У них не было iPhone или Android. И нам надо было показывать статистику, мировую статистику, что и какие виды смартфонных телефонов используются в мире. Нам нужно было достаточно много усилий предложить для того, чтобы убедить людей внутри театра, внутри менеджмента, в том, что использование цифровых технологий важно для будущего театра. В основном, организации согласны, что что-то надо делать с цифровыми технологиями. Но не имеют ни малейшего представления, что и как. Поэтому нужно приводить статистические данные. Примеры организации, которые делают то, что вы планируете сделать в будущем. И показывать, как другие организации имеют успехи, даже когда они рискуют. Стратегический план важен, потому что вы собираете со столом своих основных акционеров и представлены о них. Важно, чтобы ваша руководитель департаментов понимали, для чего необходимо распределиться в работе на группу. Конечно, мелкие детали они, возможно, не поймут. Но вы должны представить им картину, общую картину. Слишком многие институции культурные где-то плетутся далеко-далеко позади. И если мы не будем использовать инновации, просто огромное поколение, мы потеряем аудиторию в Куртурном Конституции. Они не будут с нами взаимодействовать так, как предыдущие поколения. И кто-то должен выступить в качестве движущей силы этого процесса. И в автобусе надо людей на правильные места сажать обязательно. Вы можете стать главным движущимся пионером в вашей конкретной организации по развитию цифровой технологии. И вы должны посмотреть, каковы ваши ресурсы, что вы можете сделать сейчас. Но, конечно, важно сделать инвестиции, даже если это очень маленькие инвестиции. Но инвестиции в этот процесс необходимы. You can do a lot with a little, that's why your plan is important. Можно очень много сделать маленькими средствами, поэтому планирование необходимо. The why is more important than the what. People ask me all the time what platforms should they be using in social media. There's no magic wand or silver roller. It starts with the brand of your organization. You have to know who you are, what your mission is, and what you seek to achieve with your art. You have to know who you are, what your mission is, and what you seek to achieve with your art. Once you understand your brand, then that flows through all of the content that you produce and the platforms that you choose to use. A platform is nothing without content. Your content is photography, video, and writing. All of this content tells your story. Effective digital strategies about storytelling. Effective videography is about storytelling. You may not have the best equivalent, but if you have a great story, the story will prevail. You may not have the best equipment, but if you have a great equipment. The story will be useful. CEO's and senior managers are driven by narrative. И генерального директора, и руководителей департаментов можно захватить. When you are pitching a digital strategy, make sure you have a strong narrative as to why it is important. When you are pitching a digital strategy, make sure you have a strong narrative as to why it is important. This narrative is critical in driving budget and personnel decisions. And the Apollo Theater, the executives were driven by this notion of the future. They recognized that the Apollo had a rich past legacy, but its future was a bit uncertain. In the 40s, the 50s, and the 60s, if you were a major R&B artist, you had to go to the Apollo Theater. But the music industry changed. The Apollo Theater is only 1500 seats. Why would Beyonce play the Apollo when she can sell up Madison Square Garden, which has tens of thousands of seats? She can make more money in that venue. She can make more money in that venue. So the product of the Apollo had to change and think towards the future. The Apollo had to leverage its rich past and use that to boost its future. So as a digital dude, I have to be sensitive to their wants, needs, and desires, and help move the organization into the 21st century. And to remove the organization, to remove the organization, to remove the theater in the 21st century. Digital is more than just a website. I repeat, this is not only a website. It's about user experience. It's about the consumer experience. Digital is about customer service. Digital is about the institution's educational program. Digital effects fundraising. Digital effects fundraising. Digital effects programming and producing. Digital effects programming and producing. In addition to marketing. Конечно, в дополнение к маркетингу. Поэтому очень важно понимать, как Ваши программы, связанные с развитием цифровых технологий, повлияют на все эти аспекты. Разные отделы мотивированы тем, что развитие в этой области может принести им. Фандрайзеров надо знать, что им будет легче собирать деньги, потому что есть прекрасный видеопатериал, и сам опыт, самопереживание зрителя очень яркое, сильное. Маркетологам важно знать, что развитие цифровых технологий повлияет и привлечет аудиторию к проекту. Но прежде чем сейчас прервемся, есть еще важный момент, о котором я хочу сказать. Успешные цифровые технологии и цифровая политика не всегда касаются непосредственно продаж. Если Вы хорошо работаете в этом направлении, влияние на Ваш цикл продаж будет существенным. Но у Вас не взлетят от продажи просто потому, что у Вас появился аккаунт в Твиттере. Поэтому пошла стратегия. И перерыв. Субтитры предоставил DimaTorzok